За прошедшие сутки зафиксировано 131 боевое столкновение. Есть, видите, тенденция к снижению. Не может долго держать рашистское командование, уже не может долго держать рашистское командование. Темп наступления 140, 150 или 200 боестолкновений. Рывок был, но он уже ослаб. И сейчас, видимо, необходима перегруппировка сил и средств для дальнейшего продолжения наступательной деятельности. По уточненной информации, за вчерашние сутки противник нанес по позициям наших подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив две ракеты, 66 авиационных ударов, задействовал в частности 94 корректируемых авиабомбы, а также совершил 4761 обстрел из артиллерии, по нашим позициям и прилегающей к ней территории, 180 из которых были осуществлены с помощью реактивных систем залпового огня. Агрессор наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Далее разберем с вами по оперативным направлениям. Сразу хочу отметить, что в общем фронт примерно стабилен, за исключением конечно же Покровского направления, там есть небольшие изменения, но есть изменения и в Курской операционной зоне. Ну а по всем по порядку. Итак, начинаем с Харьковского оперативного направления. Здесь продолжают прорашистские оккупационные войска, продолжают штурмовые действия. Четыре боевых столкновения произошло в районе Волчанска и Глубокого. Враг продолжает атаковать наши позиции в надежде найти слабое место в нашей обороне. Ну скажу так, что на Харьковском направлении атаки противника носят в основном характер разведки боем, когда применяется меньшее количество сил и средств, но с более ожесточенными намерениями с целью вскрыть огневую систему нашей обороны. Ну, ни один из штурмов не увенчался успехом. Поэтому на обоих плацдармах в Харьковской области или на Харьковском оперативном направлении линия фронта остается без изменений. Далее Купенское направление. Здесь интенсивность боевых действий сохраняется. 13 вражеских атак, то есть приблизительно такая же, как была предыдущие сутки. Силы обороны остановили штурм или отбили штурмовые действия противника в районе Синковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки. Практически, видите, по всей линии фронта пытается продвигаться враг, пытается найти слабое место, дабы выйти на реку Оскол. Но безуспешно. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Наоборот, на Купенском направлении, понеся потери, противник отступил на исходные рубежи. Далее Лиманское направление. Тут 20 штурмов было предпринято рашистскими оккупантами. И в основном это были районы населенных пунктов Дружелюбовка, Твердохлебово, Невское, Макеевка, Новосадово и Торское. Ну, здесь, как я уже и говорил, здесь, в принципе, общевойсковая армия продолжает стачиваться, 25-я, точнее, рашистская. Вот. И оно на Лиманском направлении, наша оборона, она продолжает показывать свою устойчивость, что и вызывает, наверное, вот такое желание рашистских войск, ну, хоть какого-то успеха добиться. Не получается. Не добиваются они успеха, поэтому линия фронта на Лиманском направлении остается без изменений. Северское направление. 9 атак было предпринято. Ивана Дарьевка. Спорная. Верхнекаменская. Выемка. То есть на тех же местах, в то же время и в тот же час, практически как в известном стихотворении. Вот. Но наши войска здесь на Северском направлении тоже показывают довольно устойчивую систему обороны. И враг не добивается успеха ни в одной из своих атак. Линия фронта на Северском направлении остается без изменений. Краматорское направление. Тут 5 попыток противника прорвать нашу оборону. Часов Ярк, Калиновка и Ивановская. Опять возвращается на самые, ну, по мнению врага, на самые слабые места. Особенно в районе Калиновки и в районе Ивановского. Но, как выясняется в результате атак, эти места не самые слабые. И наша оборона довольно устойчиво держится. А вот в районе Часового Яра даже произошел такой случай, интересный, когда наши войска... Появилась там тяжелая огневая система Сан-Ципек, ТОС-1А. Эта огневая система, у нее дальность небольшая, до 6 километров. Она применяет термобарические боеприпасы. В народе их еще называют объемные детонирующие. Хотя у термобарических немножко другой эффект. Но сам факт, что они наносят довольно существенное поражение укрытой пехоте. То есть наша пехота, которая укрывается в окопах, она страдает от этого тяжелой огнеметной системы. Их довольно немного на переднем крае. И расистское командование бережет их, как зеницу ока. То есть она приезжает, эта ТОСКА наносит огневой удар и тут же сворачивается, тут же уезжает. И довольно долго она терроризировала наши войска. В результате наше подразделение беспилотных систем устроили на нее сафари. И сафари оказалась удачная. Сразу же, в те же сутки, когда началась охота на эту тяжелую огнеметную систему, она была обнаружена. И первый FPV-дрон, дальше были переданы ее координаты. И операторы FPV-дронов начали ее просто бомбить. Первый удар был не совсем удачный. Хотя попал дрон FPV. Есть, кстати, видео, я рекомендую посмотреть, кто хочет, найдите в сети. Прекрасное видео. Первый же дрон попал в эту систему, но получила повреждения только артиллерийская часть. А ходовая осталась целая. И они начали быстро убегать. Ну, разведка отследила, куда движется эта система. И дальше еще с помощью трех дронов ее просто добили. Четвертый дрон уничтожил машину полностью. Она получила внутренний взрыв. Осталась, правда, целая. Ее не разорвало на части. Но там нет боекомплекта. Поэтому нечему. Этот танк детонирует или самоходка детонирует. Ее разрывает просто на части, в клочья. А здесь она получила внутренний взрыв и выгорела полностью изнутри. Так что вот даже такая охота. То есть наши защитники облегчили себе участь. И уничтожили в результате охоты. Вот в районе Часового Яра была уничтожена вот такая интересная охота. Интересный случай. И самое главное результативно. Что теперь на этом учебе. Когда появится следующая тосочка у российских оккупантов. Вот это вопрос уже очень и очень риторический. Потому что их огромный дефицит на линии фронта. Далее идет у нас Торецкое направление. Так что на Краматорском все линия фронта без изменений. Все на местах. Мы продолжаем обороняться и продолжаем наносить поражения российским войскам. Торецкое направление. Тут враг при поддержке авиации совершил 9 атак. В основном в районах Дачного, Торецкого и Нелиповки. Но безуспешные оказались все атаки противника. Несмотря на поддержку авиации, наши войска не допустили потери позиций на Торецком направлении. И линия фронта остается без изменений. Покровское направление. Тут наши защитники отбивали 32 атаки противника. И враг сосредотачивал усилия в Новоалександровке, Воздвиженке, Сверидовке, Гродовке, Ивановке, Новогродовке, Михайловке и Мариновке. К сожалению, вражеские войска имели частичный успех в районе Мариновки. Но они идут на Селидово. Они пытаются, они не могут в лоб. Они встретили довольно ожесточенное сопротивление со стороны наших войск. И фактически забуксовали. Они остановились на окраинах Селидова. И там идут очень ожесточенные бои. Поэтому они решили зайти с разных сторон. И вот в частности от Мариновки, с севера, враг имел частичный успех. И в околицах Мариновки тоже продвинулся в направлении Селидова. С целью зайти на город с севера. И попытаться взять его в полукольцо. Ну, к сожалению, нашим войскам были вынуждены оставить несколько позиций. И вы видите, на карте враг имел частичный успех. И немножко продвинулся в направлении Селидова. Но Селидова продолжает пока сражаться. Мы пытаемся там остановить противника. Да, там довольно укрепленные позиции. И в принципе, есть шанс продержаться хотя бы некоторое время. Пока враг не ослабнет или не откажется от дальнейшего продвижения здесь на Селидова. Ну, и на остальных участках фронта, на Покровском направлении, здесь, в принципе, противник успеха не имел. И линия фронта остается без изменений. Кураховское направление. Здесь тоже, ну, видите, переформатировал немножко Генштаб. И раньше это мы рассматривали в одном оперативном направлении. Но теперь движение в районе Украинского – это уже Кураховское оперативное направление. И здесь, кстати, отмечается, что противник уже даже больше не столько пытается закольцевать, не на Курахово на Само идет, а наоборот, от Украинска поворачивает в направлении Селидова. То есть пытается зайти с юго-востока на город. Итого, получается, с трех сторон. С востока атакуют в лоб расширские войска. С севера, на Покровском направлении, от Мариновки, продвигаются расширские войска на Селидова. И с юга-востока тоже заходят расширские войска. От Украинска пытаются продвинуться в направлении Селидова. То есть они пытаются взять Селидова в полуокружение, естественно, с целью его дальнейшего захвата. Кстати, в районе Мариновки, там тоже складывается довольно тяжелое положение наших войск. И, скорее всего, наши войска будут отходить, точнее, не Мариновки, а Мемрика. В районе Мемрика, южнее, и в районе Украинска, сам Украинск сегодня уже практически в полуокружении расширских войск. И, скорее всего, будут оттуда наши войска отходить. Либо надо наносить фланговый удар со стороны Герныка, и чтобы отсечь вот этот выступ на юге Украинска, выступ расширских войск, который прорывается к этому населенному пункту. Здесь обстановка очень сложная. И на Кураховском, и на Покровском направлениях мы продолжаем отходить, мы продолжаем уступать территорию под таким неверным натиском со стороны расширских войск. Кстати, на Кураховском направлении 29 атак было предпринято противникам, плюс авиация, плюс артиллерия. Если брать в общем, в принципе, Кураховское и Покровское направления, если их сливать в одно, я не знаю, зачем Генштаб разделил это, но если их сливать в одно, то это около 60 атак за прошедшие сутки. 61 атака, 32 атаки на Покровском и 29 атак на Кураховском направлении. Но на остальных участках этих обоих направлениях, кроме Мариновки и ее окрестностей, и Украинской тоже его окрестностей, на остальных участках линия фронта остается без изменений, несмотря на такие усилия расширских войск по атакам наших оборонительных рубежей. Далее идет у нас в Ремовское направление. Тут оккупанты совершили две атаки наших позиций в направлении Углидара, но безуспешно. Стабилизационные действия наших войск принесли результаты, и линия фронта начинает потихонечку стабилизироваться, и противник далее продвигаться в направлении Углидара не может. Видимо, опять нужна перегруппировка, нужно усиление. Вот, кстати, очень интересно сейчас будем наблюдать, где же расширское командование возьмет личный состав и технику для усиления наступательных действий в районе Углидара. И возьмет ли вообще, или будет опять топтаться на месте, на тех позициях, на которых мы их сегодня в прошедшие сутки остановили. Далее идет у нас Ореховское направление. Тут одно боевое столкновение безуспешное для врага произошло в районе Малых Щербаков. Ну, больше похоже, опять же, на разведку боем, или на беспокоящий огонь со стороны противника, дабы мы не начали снимать отсюда войска и перебрасывать их в качестве резерва на другие оперативные направления. Враг напоминает, что якобы они тут есть. Далее у нас идет, поэтому на Ореховском у нас все без изменений. Линия фронта остается без изменений. Приднепровское направление. Тут потери позиций и территории наших войск не допущены. Семь штурмов было предпринято расширскими войсками наших плацдармов на левом берегу реки Днепр. Ни один из штурмов не увенчался успехом. То есть, продолжают наши защитники, продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра, наносить врагу ощутимый урон и пытаться наращивать боевые потенциалы наших войск. Далее у нас идет два небоевых направления. Это Волынская и Полесская. Тут признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без значительных изменений. Ситуация полностью контролируется силами обороны Украины. И никаких политических дымаршей со стороны Белоруссии и ее самопровозглашенного очильника на сегодняшний день тоже не звучит. Далее продолжается операция в Курской области. Но вот тут есть изменения. Я так понимаю, что это все предсказуемо и планово. То есть, ситуация начинает меняться. В какой-то момент, ну, сразу было изначально известно, что в какой-то момент наши войска прекратят наступательные действия. Хотя они еще на отдельных участках есть. Мы продолжаем проводить рейдовые действия. Там нету сплошного фронта. Мы действуем небольшими группами, активными рейдовыми отрядами. С целью разгрома врага на его территории. Поиск, охват окружения и разгром или принуждение к сдаче. Вот таким действием. Что делает враг? Враг рано или поздно, мы понимали, что он соберет необходимое количество войск, которое позволит ему начать формирование сплошной линии фронта. Для чего она нужна? Чтобы прекратить наши рейдовые действия. Чтобы перевести войну в позиционную. Что враг и начинает потихоньку делать. Но есть первостепенные задачи, которые враг хочет решить сейчас и немедленно. А именно, они хотят пробить сухопутный коридор вдоль речки Сейм, в районе Корнево, туда в направлении Снагость и в направлении Глушково. Для того, чтобы разблокировать войска на левом берегу реки Сейм, который сегодня находится там практически в оперативном окружении. Поэтому поспешно собранная группировка, они формируют сразу же, пытаются формировать какую-то ударную группу. В основном кидает десант и морскую пехоту. Но, правда, надо отметить, что это не тот десант и не та морская пехота, которая вторгалась в 22-м году. Это уже третий или четвертый состав этих там пехотных и десантных, точнее, да, морской пехоты и десантных подразделений. Ну, вот, кстати, был взят в плен один из морских пехотинцев 810-й бригады. Это из Крыма, Рашистская бригада, прибыла сюда. Она была, первый раз ее разгромили еще в Мариуполе. Потом ее громили где-то на Восточном фронте, и сейчас ее перебросили. Она воюет на территории Курской области. Неизвестно, в полном составе или не в полном. Но, тем не менее, взяли этого пехотинца, ну, бедня, полтора метра ростом. Я не знаю, как он попал в морскую пехоту. Спецназовец, который автомат держал 100 лет назад в руках, когда в армии служил. Ну, это не тот пехотинец. Да, он контрактник. Да, он морской пехотинец. И звучит бригада морской пехоты. Но уровень подготовки личного состава очень и очень низкий на сегодняшний день. Но, тем не менее, громкое название бригада морской пехоты, плюс полк воздушно-десантных войск атакуют в районе Корнево в направлении Наснагость, населенный пункт, пытаясь пробить сухопутный коридор. Пока ждем мы официальных сообщений. Успешный, не успешный это было. Атака рашистских войск. Но котел пока сохраняется в районе Бушкова. Единственное, что плохо, то что Рашистская Федерация массово пытается наводить переправы. На сегодняшний день стало известно, что рашистское командование навело уже 12 переправ на речке Сейм. Но 9 из них уничтожены. Есть подтверждение, гарантированно уничтожены. Две находятся в статусе неопределенном. То есть мы не знаем, в каком состоянии сейчас эти переправы. Но ждем данных до разведки. И, к сожалению, одна переправа действующая. И по некоторым данным, в основном это из вражеских источников, врагу по этим переправам удалось перебросить боеприпасы, часть бронетехники для усиления тех войск, которые находятся в этом оперативном окружении, в районе Глушкова. И, соответственно, это осложняет нам задачу. Нам придется воевать на два фронта. То есть они будут пытаться пробиться Корнева, в направлении Корнева, на ту же Снагость со стороны Глушкова и со стороны Корнева. С двух сторон будет атаковать наши войска, дабы пробить сухопутный коридор и, соответственно, продвинуться вдоль речки Сейм для дальнейшего вытеснения наших войск из Курской области. Вот здесь надо не прозевать момент, когда мы должны сесть на линию обороны, которая, я надеюсь, за спиной наших передовых отрядов была сделана инженерными войсками нашими. И постараться максимально удержать территорию Курской области под нашим контролем. Это очень важно, особенно в политическом плане. Не столько в военном, сколько в политическом. Вот такая вот ситуация в Курской операционной зоне на сегодняшний день сложилась. Дальше продолжаем наблюдать и ждем официальной информации от нашего генерального штаба. Далее идет у нас граница Черниговской и Сумской области. Здесь противник сохраняет военное присутствие. К сожалению, продолжает наносить удары как авиации, так и артиллерии по приграничным районам нашей страны. Мы продолжаем эвакуацию мирного населения. С Сумской области особенно. Я вчера вам говорил, из трех населенных пунктов началась уже полная эвакуация гражданских, потому как там небезопасно оставаться. Но ведем контрбатарейную борьбу по возможности и контрдиверсионную для того, чтобы не дать возможности в Рашистским ДРГ проникать на нашу территорию. В основном обстановку можно охарактеризовать как тяжелую, но контролируемую. И два слова об огневых задачах, выполняемых нашими войсками в прошедшие сутки. За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Силы обороны нанесли 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Поразили пункт управления войсками, поразили 8 районов огневых позиций артиллерии вражеской, средства радиоэлектронной борьбы и один важный объект рашистских захватчиков. В общей сложности за прошедшие сутки потери рашистских захватчиков на линии фронта составили в личном составе 1140 оккупантов. Также украинские воины обезвредили два танка или уничтожили 13 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 57 беспилотников оперативно-тактического уровня, 58 автомобильной техники единиц и 6 единиц специальной техники. Вот такие потери суммарно понес противник на линии фронта от Белгорода до Олешек. И в общем такая военная обстановка сложилась на материковой части нашей страны. Ну кстати, надо еще отметить по военной обстановке, что этой ночью в результате в ходе, точнее, нанесения ракетных ударов по территории нашей страны над акваторией Черного моря исчез с радаров самолет Су-30СМ. Предполагаем, что он разбился в море. Ждем подтверждения от нашей разведки и, возможно, от наших партизан с той стороны, что скажут расширские донесения. Но, тем не менее, этот самолет применял, пускал ракету Х-31П, это противорадиолокационная ракета по южному побережью на Черного моря по территории нашей страны. Так что по Одессине он стрелял, опускал эту ракету. Надеемся, что он утонул вместе с летчиком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова